Любить свою малую родину – это не только жить ее настоящим, мечтать о будущем, но и знать ее древнейшую историю. Известный в Луганской области историк, доктор исторических наук Александр Набока, представил нашей радиостанции ряд исторических публикаций, которые заполняют белые пятна на карте истории нашей земли. Помещичья-усадьба в Юрьевке. В селе Юрьевка, расположенной вблизи трассы Луганск-Лавчевск, можно найти руины некогда богатой помещичьей усадьбы. Более-менее сохранились лишь остатки старинных панских ворот, кое-где из-за ветвей виднеются разрушенные стены. Как оказалось, здесь жили очень незаурядные люди, оставившие заметный след в истории Луганщины. Большинство усадеб того периода строились во второй половине XVIII – первой половине XIX века. Именно тогда наш край был навсегда отбит у орудовавших здесь крымских татар и активно интегрировался в состав Российской империи. Сначала императрица Елизавета Петровна, а потом и ее наследница Екатерина, наделяли землями на новых окраинах империи отставных военных чинов, которые принимали активное участие в их завоевании. Земли, где ныне находятся села Белое и Юрьевка, были переданы в ранговую дачу бригадиру, старскому советнику Петру Ивановичу Штеличу, который участвовал в борьбе против крымских татар на берегах реки Северский Донец. В 1795 году он ушел в отставку и вплотную занялся хозяйственными делами. Прежде всего, привлечением на новые земли крестьян со слабожанщины или в обережье, также в обязанности нового хозяина вменялась разработка месторождений угля и железной руды. Усилиями Штелича тут были основаны слободы Белая, Щегловка, будущая Юрьевка, Ивановка и Красный Кут. Однако, недолго радовались привлеченные сюда Штеличи украинские крестьяне. Вскоре они стали крепостными, а их покровитель превратился в их хозяина. В конце XVIII века Штелич процветал. Он был награжден орденом Святого Владимира IV степени за разработку земных недр и возглавлял местное декатеринославское дворянство. Был дважды женат. От первого брака у него родился сын Алексей, который и унаследовал имение отца, удалившегося от дел в Санкт-Петербург. Заметен в истории и родившийся от второго брака сын Евгений, который был известным дипломатом и другом композитора Глинки. Что касается Алексея, то, вероятно, он далеко не процветал, поскольку залез в долги. От банкротства его спас повторный брак на Софье Ивановне Познанской. Вместе с нею в имение переселился и тесть. Харьковский дворянин Игнатий. Он уплатил многочисленные долги зятя, за что тот и отдал села Белое и Щегловка семейства Познанских. Один из отпусков данного рода Юрий Игнатьевич Познанский дал селу новое название Юрьевка и построил усадьбу, остатки которой мы сегодня можем видеть. Примечательная судьба внучки создателя Юрьевской усадьбы Марии Алексеевны Штерич после замужества с Щербатовой. Она оставила заметный след в истории русской классической литературы. С ранней юности она отличалась особой красотой. Русский композитор Глинка считал ее видной, статной и чрезвычайно увлекательной женщиной. Однажды осенью 1839 года на приеме у Карамзиных ее приметил невысокий, еще молодой мужчина в мундире. Это был уже тогда прославленный поэт Юрий Михайлович Лермонтов. Юная вдова поразила его творческую душу. Марии также было приятное общество прославленного поэта. После салонного прочтения демона она обратилась к нему со словами «Мне ваш демон нравится, я бы хотела с ним опуститься на дно морское и полететь за облака». Вероятно, Лермонтов был вне себя от счастья от такого комплимента. По законам целомудренного XIX века они не могли прямо сказать друг другу о вспыхнувших чувствах, предпочитая говорить о высоком, улавливая сокровенное, в полутонах и полунамеках. Вскоре Лермонтов отправился на очередную Кавказскую войну. Перед отправкой состоялась их последняя мимолетная встреча. Читаем в воспоминаниях писателя Тургенева, навестившего девушку после отъезда кавалера. «Был у княгини Щербатовой. Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова». С той войны поэт больше не вернулся. Остались только поэтические строки, посвященные ей и написанные в 1840 году. На светские цепи, на блеск утомительный бала, цветущие степи Украины она променяла. Что касается усадьбы, где жили предки Марии, то ее ждала сложная историческая судьба. Уже после революции 1917 года каменный двухэтажный дом сложил больницы на 60 коек. Современное состояние усадьбы, как было отмечено выше, ужасное. Сохранились лишь заросшие деревьями сены, помещичий парк и ясные ворота. Данная программа выпущена в рамках реализации мини-инициативы по социальному сплочению при поддержке программы развития ООН. Проект «Восстановление и примирение в охваченных конфликтах громадах Украины» реализуется при поддержке правительства Швеции и Швейцарской конфедерации. Субтитры создавал DimaTorzok